Всем привет! Я рада приветствовать вас на 10 выпуске проекта Ваши лица. Как всегда говорю в начале, этот проект создан для того, чтобы обговаривать ваши фотографии и по вашим фотографиям выполнять макияж. Макияж, естественно, будет выполняться с помощью программы для ретуши и фото. Поэтому, пожалуйста, заведомо прошу не обращайте внимания, если какие-то оттенки будут не совсем подходящие или какие-то огрешности будут, потому что все-таки это не настоящий макияж, это макияж сугубо по фотографиям. Поэтому больше обращайте внимание на мои комментарии и советы. Сегодня у меня будет фотография девушки Галины. Она прислала конкретную просьбу помощи с тем, чтобы посоветовать, как ей правильно делать стрелки и также какая форма бровей для нее подойдет, потому что сейчас она как раз в процессе отращивания бровей и потом будет моделировать какую-то форму. Но перед тем, как я перейду конкретно к глазам и бровям, давайте начнем с лица. Первое, что я заметила сразу, это то, что у Галины овальная форма лица, но в то же время овал этот немножко удлиненный, потому что лоб достаточно высокий все-таки. Поэтому, если мы будем выполнять коррекцию, то коррекция в основном у нас будет в районе лба. Приблизительно вот эту вот зону нам нужно будет затемнять. И только вот эту часть мы оставляем без коррекции, то есть мы как бы ее выводим на первый план, а лоб по периметру роста волос и даже значительно ниже стоит все-таки немножко затемнить корректором. Тогда получается лицо более симметричное. Сейчас я, может быть, слишком уже много взяла. Чуть-чуть вытрем нашего корректора. Ну вот приблизительно как-то так. И получается, что визуально мы смотрим на лицо вот с этой точки. То есть вот это вот как бы глаз вроде и не захватывает. И вот получается у нас вот этот овал. И очень даже такой симметричный. Что касается коррекции скулы, то так как лицо достаточно вытянутое, мне все-таки хочется немножко, знаете, как добавить остроты этому лицу. То есть сделать более такие какие-то вытянутые формы, наверное. Именно стрелки, поэтому, возможно, интуитивно Галя хочет себе подобрать. Но тем не менее скулы тоже вот желательно бы вытянуть, да, как-нибудь сделать коррекцию. Здесь по фото, конечно, это очень трудно сделать, потому что коррекцию мы видим, она делается, скажем так, по скуле. А из-за того, что фото двухмерное, это очень трудно показать на фотографии на самом деле. И, ну, вот приблизительно как-то так, да, то есть где-то здесь у нее скулы находятся, и их желательно вот таким вот образом подчеркнуть, вытянуть. И вот когда мы оставляем буквально еле-еле этого оттенка, вот немножко скулы вырисовываются, мне кажется. Но тем не менее реально очень сложно по такой фотографии вот сделать коррекцию скулы. Но тем не менее, надеюсь, что понятно было, как я объясняла. Что касается еще коррекции, можно здесь, ну, если уж совсем есть желание, я вообще не фанат коррекции носа, но в некоторых случаях можно это сделать, и конкретно в этом случае можно его сделать немножко уже, если есть такое желание. Как я уже сказала, это далеко не обязательно, но тем не менее спинка носа здесь достаточно красивая, и можно ее просто подчеркнуть и сделать более узкой. То есть коррекцию мы выполнять будем вот так вот, и вместе с ноздрёй будем делать коррекцию. И вот смотрите, я делаю вот такую вот как дугу, да, то есть вот такое вот движение корректором делает нос уже. Нам не нужно двигаться прямо, да, вот так вот. Если мы сделаем вот так, мы сделаем нос очень длинным и очень узким. И из-за того, что лицо у нас и так удлиненное, это совершенно нам не подойдет. Поэтому как бы делаем именно вот так вот, начиная от кости здесь орбитальной, и вот такое вот движение, которое... Я сейчас подправлю. По центру переносицы можно нанести какое-то светлое корректирующее средство, можно вообще ничего не наносить, потому что из-за вот этой светотени уже будет создаваться эффект, что нос немножко уже. И из-за того, что мы как бы затемняем тоже крылья носа, нос тоже будет казаться уже. Можно также еще и затемнить кончик носа. Опять-таки это нам поможет справиться с тем, что лицо немножко более длинное, да, чем нам нужно. Вот приблизительно как-то вот так вот я сделала. Теперь уменьшу интенсивность. Так, это уже совсем слишком. И вот приблизительно то, что я имела в виду, то есть я сейчас убираю, мы видим вот этот эффект, то есть мы видим, как он пропадает. И в то же время, мне кажется, что с коррекцией все-таки мы добились того эффекта, которого мы хотели. Вот это каждый день вообще не стоит делать. Но если есть какая-то, я не знаю, фотосессия, выход куда-то, то тогда можно сделать, потому что на фото это будет выглядеть лучше. Что касается бровей. Отлично, что Галина решила отращивать их потом под коррекцию. Что мне в бровях здесь не хватает, опять, чего мне не хватает, это какой-то арки. То есть брови очень прямые, и получается, что лицо вытянутое, а брови прямые. И линии все получаются такие горизонтально-вертикальные, и вообще никак, нету никакого эффекта лифтинга, что ли, на лице. Вот это единственное мое такое замечание, чего бы мне здесь не хватало. Что, как бы я делала брови здесь, здесь явно не хватает бровей кусочка. Если здесь ничего не растет, то это делается косметическими какими-то средствами. Цвет не совсем нам подходит, конечно, но, тем не менее, уже работаем с тем, что есть. У Гали, я так понимаю, светлые волосы, поэтому самые светлые оттенки карандашей для бровей выбираем, и будет нормально. И вот в этой части чуть-чуть можно дорисовать. Я бы очень хотела тут дорисовать арку. Я в предыдущем уроке уже показывала, как можно менять форму брови, и как можно дорисовывать арку. Поэтому я думаю, что достаточно понятно. Вот приблизительно то, что я имела в виду. Сейчас я почищу, конечно, то, что я нарисовала. То есть видите, что я сделала? Я вместо вот такой вот абсолютно прямой, горизонтальной брови, ее немножко подняла. То есть она идет как вверх, вот линия идет вверх, потом мы видим арку, и потом бровь спускается. Мне кажется, что вот такая форма намного больше подходит Гале, нежели просто прямая. Сейчас я сделаю интенсивность, более-менее такую подходящую. Мне кажется, вот так вот нормально. И вот если нам убрать вот здесь вот эти волоски, получается в целом очень даже неплохо. Ну и вот как я бы, в принципе, скорректировала бровь. Здесь она достаточно широкая, и я бы ее такой широкой оставила. Единственное, вот здесь вот убрала бы лишнее, и добавила арку. И также дорисовать нужно с этой стороны, и с этой стороны бровь, потому что она там не растет. Но вот когда я убираю, вот с этой стороны еще видно, есть такие, как зачатки волосков, то с правой стороны вообще нет волосков, как будто они не растут. Поэтому с этой стороны, конечно, нужно будет дорисовывать. Ни в коем случае не советую выщипывать вот здесь, то есть начинать бровь отсюда. Это смотреться будет просто ужасно, поэтому лучше дорисовать сюда. И здесь у меня все не очень растушевано. Ну, понятное дело, если будете делать это реальной косметикой, то, пожалуйста, хорошо растушевывайте, для того, чтобы создавался максимально натуральный финиш. Теперь, что касается стрелок. Стрелки на таких глазах очень просто сделать. Глаза тоже такие округлые. Все черты лица, в принципе, очень округлые. Поэтому, если это нравится, это можно наоборот подчеркивать и еще больше скруглять все формы. Мне же здесь хочется немножко вот как бы повытягивать лицо, чтобы не было вот таких вот слишком много округлых форм. Смотрите, как рисуются стрелки на таком веке. Вот видно, что века очень хорошая, очень молодое рисовать, не перерисовать, в общем-то, любые формы, которые только можно. Галина, тебе совет. Когда будешь рисовать стрелку, ты будешь руководствоваться вот этой нижней линией, которая идет нижнего века. То есть вот от этой части ты визуально начинаешь подниматься. И вот так вот ты продолжаешь стрелку, хвостик стрелки вырисовываешь по направлению кончику брови. У Галины глаза симметричные, то есть нет нужды как-то пытаться сделать симметрию. Она здесь и так есть. Поэтому то, что мы делаем, это мы просто поднимаемся. Тоже залом нам не мешает. Залом века, вот видите, он заканчивается вот здесь. Стрелку же мы будем рисовать гораздо ниже, то есть практически с нижнего века. Если не получается, можно просто поставить здесь точку. Поставили здесь точку, потом вот где-то здесь точку, например. Потому что здесь у нас будет заканчиваться стрелка. Потом ведем здесь визуальную линию, которая вот где-то от залома. Вот так вот, да? Там где заканчивается залом. Вот поставили еще точку. Теперь рисуем стрелку. Соединяем просто эти точки. Стараемся максимально аккуратно их соединить. И вот основа для стрелки у нас уже готова. Так, я тут, конечно, нагуляла лишнего. Сейчас я это все подправлю немножко. Века тут позволяет тоже, какой хочешь толщины делать стрелку. То есть нет опаски, что это сильно закроет глаза. И вот здесь вот в центре желательно не делать стрелку сильно широкой. То есть видите, я ее подтираю. Потому что это тоже скругляет глаза. Это не вытягивает их. А именно скругляет. То есть подчеркивает круглую форму глаза. И вот приблизительно то, что я имела в виду, очень просто делается. И я надеюсь, что это поможет Галине рисовать стрелки. Потому что на самом деле на ее глазах это делается очень просто. Тут можно даже сделать вот такую вот широкую стрелку. То есть практически вот до конца залома века. Видите, я зашла. То есть если я дальше еще буду делать, то это, конечно, будет стрелка потом заламываться. Ну, я вот так вот сделала максимально широкую. И мне кажется, что вот такая вот форма стрелки очень идет Галине. И вот я сейчас закончила с обеими глазами. По-моему, получилось отлично. Такая форма очень Галине идет. Теперь, что мне еще здесь не хватает, это каких-то румян. Мне хочется здесь какие-то свежие румяна. Может быть персиковые или светло-розовые. Потому что вот скорее светло-розовые даже больше сюда подходят. У Галины такой вот молочный цвет кожи. И зачастую вот такому цвету кожи как раз такие вот молочные оттенки очень подходят. Вот это, мне кажется, очень освежает. Это светло-светло-розовый оттеночек. Очень мне нравится, как это выглядит. Губы у Галины потрясающего просто цвета, формы. Мне кажется, что здесь достаточно будет даже не помады, а просто блеска какого-то. Возможно, с какими-то частичками шиммера. Потому что если вот эту губу выделить, она будет очень красиво, объемно смотреться. Тут даже не нужно, абсолютно ничего не нужно корректировать. Я не подберу здесь такой оттенок, который будет выглядеть как блеск. Но, тем не менее, мы возьмем какой-то, выберем оттенок, который просто нам будет имитировать. Наверное, какой-то светлый нюд. Вот какой-то такой вот нежно-розовый оттенок я хотела. И представьте, что это блеск для губ даже. Это не какая-то помада с плотным цветом. Вот такого вот вполне достаточно. С каким-то легким, может быть, золотым шиммером, какой-то розовый блеск. Очень, мне кажется, сюда подойдет. И, если есть желание, можно также выделить слегка лук купидона. Вот эту вот часть хайлайтером. И это сделает губы еще более объемными. Ну, вот и все. С макияжем для Галины мы закончили. Давайте сейчас посмотрим, как обычно, на все изменения, которые мы сделали. Больше всего, мне кажется, здесь было сделано, ну, естественно, с глазами, потому что глаза сразу немножко вытягиваются. Были они более круглой формы, а так они становятся именно такой миндалевидной красивой формы. Брови, я надеюсь, что у меня получилось объяснить, как я их вижу, как бы я рекомендовала их сделать. Ну, и в плане коррекции, мне кажется, что такая коррекция неплохо балансирует лицо. И на этом, в принципе, можно заканчивать. То есть, больше особо ничего даже делать и не нужно в плане макияжа, в плане коррекции. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Если хотите, чтобы ваши фото также было обработано и также было прокомментировано, то в описании под видео все условия, как присылать свои фотографии. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok